Новый день встречаем вместе с программой Утренний Фрэш. Меня зовут Анна Кральчук и сегодня я расскажу о культурных событиях Гомеля, а также познакомлю с другими интересными фактами. Поехали! Сегодня на территории Гомельской области прогнозируется переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до 4 градусов, ветер южного направления скоростью до 7 метров в секунду. И еще немного о погоде. Он станет самым теплым в истории. К следующим новостям. Сегодня в Гомельском молодежном театре премьера спектакля «Три желания». Это приключение со смыслом. По сюжету злая колдунья превращает героиню в угрюмую сову. Девушка так и осталась бы птицей, если бы ей не помог дед лесовик. Он подсказал, как вернуть человеческий облик. И как же, спросите вы. Приходите на представление и все узнаете сами. Зрителям обещают много шуток, танцев, отличное настроение и даже шанс побывать на Кудыкиной горе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в областном центре пройдет финал конкурса молодежных стартап-проектов по альтернативной энергетике. В этом году конкурс приобрел республиканский масштаб. В его рамках традиционно представлены самые свежие идеи разработки. Сейчас это семь проектов с наиболее высоким потенциалом реализации. Все авторы получат сертификаты об участии, а победители ждут дипломы и призы. Финал состоится в преддверии Дня энергетика, который отмечается 22 декабря. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Музей истории города Гомеля продолжает работу выставка фотографий «Белорусские прохожуни». На ней фотокартины Альфреда Микуса. В своих работах он отражает образы белорусских женщин через календарь народных обрядов. Все фотографии, которые сейчас могут увидеть комельчане, автор сделал в разных уголках Беларуси. Он работал и в деревнях, и в небольших городах, и во время народных праздников и обрядов. Все женщины на снимках автора – не только усердные хозяйки, заботливые жены и матери. Они также исполнительницы многих обрядов, хранительницы духовных ценностей народа. Познакомиться с белорусскими прохожуньями гости музея могут до 12 января. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гомельский клуб ремесленников «Чаровные подарунки» готовится к новогодним праздникам. Завтра в городском центре культуры пройдет выставка-ярмарка изделий ручной работы «Рождественские подарки». На ней можно будет найти изделия, выполненные в самых разных техниках. И не только полюбоваться ими, но и забрать понравившиеся с собой. Частью мероприятия станет и мастер-класс по созданию елочной игрушки. Гостям гарантируют праздничное настроение, вдохновение и только позитив. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Во дворце Румянцев и Паскевича открылся музей экспериментальных наук. Гости могут познакомиться с работой приборов и устройств, которые покажут самые разные явления природы. Все экспонаты выставки можно и нужно трогать. Только так посетители смогут открыть для себя такие механизмы, как волновой маятник, мост до Винчи, маятник Ньютона, трансформатор Теслы и еще много чего интересного. Выставочный проект также позволит узнать, как работают законы физики, познакомить с принципами действия технических устройств и не только. Незабываемое впечатление гарантированное, так что приходите и экспериментируйте. В канун рождественских праздников во дворце Румянцев и Паскевича откроется выставка работ воспитанников студии «Вдохновение». Она работает при областном дворце творчества детей и молодежи под руководством гомельской художницы Анжелики Шабалтас. Выставка «Ван Гог, импрессионисты и другие» раскинется в Южной галерее дворца. Посетители ждут работы, выполненные в сложной технике и с мастерством без скидок на возраст. Студийцы обратились к шедеврам мирового искусства конца 19-го, начала 20-го столетия и внесли новые оттенки в известные темы и сюжеты. Открытие выставки состоится 24 декабря в 15.00. Не пропустите! В музее истории печати и фотографии гомельщины продолжает работу выставка под названием «Изнутри». На ней работает детского фэшн-фотографа Елена Зимма. Автор любит совмещать несовместимое, честные детские эмоции на съемочной площадке и предпочитает работать с дневным светом и играть с тенями. Что из этого получается, посетители музея могут увидеть до 7 января. 24 декабря гомельский дворцово-парковый ансамбль представит еще одну выставку. Она называется «Из недр земных и временных. Гомельщина в археологических артефактах». В экспозиции результаты полевых исследований, которые проводили в последние годы на территории региона. Гости музея увидят находки каменного и бронзового веков, раннего железного века, раннеславянского и древнерусского периодов. Также это будут предметы эпохи Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. Выставка уникальна тем, что впервые в музейной практике в одном месте соединят сразу несколько результатов исследований. В данном случае речь пойдет о 10 исследователях, 17 памятниках разного времени и около 500 экспонатов. Увидеть их можно будет до 15 марта. К другим интересным новостям. В Великобритании на улицы вышли тысячи маленьких голодных ежиков. Дело в том, что в стране было дождливое лето, и британские ежи дали потомство осенью. Из-за нехватки еды животные не успели набрать вес, чтобы впасть в спячку, и вышли к людям в поисках еды. Местные жители приносят ежат в клинику, которая уже переполнена. Сейчас там находится более 100 особей. Еще больше зверьков продолжают бродить по улицам городов. В поисках пропитания ежи были вынуждены поменять свой распорядок дня. Теперь они, будучи ночными животными, выходят к людям даже днем. Первый в мире ледяной отель в провинции Лапландия отпраздновал 30-летие. К юбилейной дате дизайнеры подготовили уникальное оформление номеров и ледяную смотровую площадку. В этом году необычную гостиницу создавали 33 художника из 16 стран. Они трудились две недели. Для строительства использована одна тысяча глыб льда, каждая весом 2,5 тонны. Почти все предметы в гостинице, в том числе мебель, сделаны изо льда. Температура внутри помещения отеля минус 5 градусов. У всех номеров свой уникальный дизайн, причем цветовая палитра не ограничивается белым и синим. Есть даже теплые оттенки желтого и бежевого. Просуществует ледяная гостиница недолго. Уже в марте она закроется, чтобы снова открыть свои двери зимой. Программа «Добрый вечер, Гомель» – это разговор на актуальные темы. Рассказ о ярких событиях из жизни нашего региона, интересные гости в студии и известные ведущие телерадиокомпании «Гомель». Сегодня вечером смотрите новый выпуск. А также подписывайтесь на наш инстаграм и присоединяйтесь к группе ВКонтакте. Включайте телеканал «Беларусь4» в 20.25. Это прекрасная возможность приятно провести вечер всей семьей у телеэкрана. Звоните в студию, делитесь вашими историями и принимайте участие в наших розыгрышах. По понедельникам в нашем эфире на важные вопросы жизни региона отвечают участники интерактивной программы «Диалог». Это руководители управления и комитетов Гомельского облсполкома, предприятий и организаций. Открытый разговор помогает решить волнующие проблемы. Включайте телеканал «Беларусь4 Гомель» в понедельник в 19.20. Номер телефона прямого эфира 34 0043. Новый день с вами встречали «Утренний фреш» и я, Анна Корольчук. Желаю вам отличного настроения на весь этот день и предстоящие выходные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова